Это событие происходит раз в четыре года. Речь вовсе не об Олимпиаде. В Чебоксарах прошел съезд Чувашского национального конгресса. Представители 26 субъектов России, гости из Белоруссии, Казахстана, Украины и даже Франции и Эстонии. Все они развивают и сохраняют чувашскую культуру далеко за пределами Чувашии. В минувшие выходные эти творческие, интеллектуальные и культурные силы нации собрались вместе на очередном, уже восьмом по счету, съезде Чувашского национального конгресса. Поприветствовать делегатов приехал глава республики. Гости подводили итоги четырех прошедших лет, общались, делились проблемами, думали, как их решать. У нас самая главная трудность – это языковой барьер. То есть мы, Чуваши, родились уже в Пермском крае. Наши бабушки еще говорили по-чувашски. Наши родители, это мамы и папы, они уже частично только говорили, а нам уже сложно сегодня говорить на чувашском языке, потому что на территории нашего Пермского края нет чувашской школы. И то есть вот это главная проблема – сохранение национального чувашского языка. Значение Чувашского национального конгресса для Чувашской республики, для Чувашского мира, оно очень велико. За более чем 20-летнюю историю Чувашский национальный конгресс стал вот на самом деле вот таким неким ядром, консолидирующим, консолидирующей организацией, которые соединяют Чувашей, которые проживают в разных регионах, в разных странах. В следующие годы работать Конгресс будет под новым руководством. На съезде выбрали новый состав органов управления и контроля. Президентом ЧНК стал депутат Госсовета республики Николай Угаслов. Дмитрий Точилов, Ольга Пырочкина, Олеся Русакова, Александр Петров, Республика. Звучным аккордом в исполнении российского ансамбля 4.33 завершились Дни культуры Германии в Чувашии. Точнее не завершились, а плавно перешли в другой совместный проект – Музей кино. Подробности в нашем следующем репортаже.